Всем привет! Это студия Хорошего настроения на телеканале СТВ. Сегодня 22 апреля, сегодня пятница. Замечательное лёгкое утро, мы так надеемся. Но в любом случае провести утро легко, как в принципе и оно количество лет в вашей жизни, поможет авторское право, а точнее его соблюдение и отсутствие незаконного, неумышленного или умышленного нарушения. Тем более, что завтра, помимо вообще республиканского субботника, мы ещё будем отмечать Всемирный день авторского права. И, конечно же, сегодня мы об этом поговорим поподробнее. У нас есть компетентный человек в этой области. А пока я напомню, что партнёром нашей встречи является кондитерская фабрика «Коммунарка», которая на протяжении вот уже 110 лет выпускает только настоящую шоколадную продукцию. Ну а сейчас самое время встречать нашего гостя, адвокат Минской городской коллегии адвокатов Илья Панков. Илья, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, начнём, наверное, с небольшой информации, которая, возможно, кому-то из вас пригодится. 4 апреля в Кодексе об административных правонарушениях расширили статью 9.21 об авторском праве. В ней появились два новых пункта – охранение и незаконное распространение объектов авторского права. При нарушении первого из этих пунктов грозит штраф до 8 миллионов 400 тысяч белорусских рублей за несоблюдение второго – до 10,5 миллионов рублей. Белорусы подвергаются штрафу за то, что они смотрят фильмы, слушают музыку и пользуются соцсетями. А может быть и не подвергаются. Вот сейчас мы это и узнаем. Да, вынесните, пожалуйста, зерно ясности, потому что сейчас очень много сумбура по этому поводу. Например, если я слушаю музыку ВКонтакте, это является нарушением авторского права? Ведь кто-то же закачал ее туда? Не является. Если вы слушаете музыку, то есть отсутствует факт хранения вами этой музыки. А если я ее скачаю оттуда, к себе, куда-то, на какой-то носитель, то все, я моментально нарушаю закон? Формально, даже если вы используете это в личных целях, вы скачали музыку из интернета и храните ее на своих электронных либо каких-то иных носителях, это является использованием произведения. И если не было согласия автора, то формально это является нарушением авторского права. В любом случае, для того, чтобы привлечь человека к ответственности в указанной ситуации, необходимо, прежде всего, заявление правообладателя и подтверждение указанного факта. То есть, Джиллоу захочет со мной судиться, она должна доказать, что я ее музыку где-то воспроизвожу. Я немножечко хочу успокоить наших зрителей, что, конечно, в связи с тем, что вот сейчас появились эти изменения в законодательство, сейчас куча вопросов у людей, связанных именно с социальными сетями, да, действительно, формально есть основания считать это нарушением. Но указанные, скажем так, нарушения у нас происходят не в результате указанных изменений, а предыдущая норма также предусматривала, что это является нарушением. Наши изменения касаются того, что они изменениями законодательства, некоторые отдельные виды использования выделены, и для них предусмотрена уже отдельная административная ответственность. И главным образом, да, главным образом относительно авторского права это касается хранения с целью распространения, это очень важно. Вот здесь вот введена дополнительная часть в эту статью Кодекса об административных правонарушениях 9.21, да, которая касается ответственности за хранения с целью распространения. То есть я, насколько, в принципе, видно из указанной нормы, законодатель, по моему мнению, преследовал все-таки цель сделать более возможной, привлечь к ответственности именно людей, которые так называемые пираты, то есть таким пиратским способом воспроизводят, то есть копируют, да, объекты авторского права, фильмы, музыку, да, и намерены распространить их, в том числе заработав на этом деньги. Это речь идет о торн-сетях в данном случае, или не играет роли? Это может касаться и скачивания музыки из социальных сетей, и скачивания музыки просто из интернета, просто хранением у себя продукции без разрешения правообладателя. Понятно. У меня просто сам вопрос, хранение, кто-то же как-то должен, простите, зафиксировать момент хранения, прийти ко мне домой и увидеть те самые носители, на которых это все зафиксировано, да, вот если такой факт будет подтвержден, это и будет являться хранением. Вопрос с распространением. Если я, допустим, нашла какую-то песню, она мне понравилась, ну, допустим, эта песня, я захотела с Юрой поделиться ею в социальных сетях, вот это считается распространением в данном случае? Если вы поделились, вы имеете в виду что? Разместили на своей, например, стене. Да. Здесь я однозначно могу сказать, что это является нарушением авторского права, и автор, либо правообладатель вправе обратиться за защитой своих прав. В частности, одно вот дело, о котором я хотел бы вам рассказать, касалось именно этого, только там была не музыка. Человек изготовил предмет декоративно-прикладного искусства и сфотографировал этот предмет, сам по себе объект авторского права. И другой человек разместил фотографию с объектом авторского права на своей стене, на своей странице в социальной сети. Автор обратился в суд за защитой своих прав. Я проводил это дело, и суд пришел к выводу, что размещение фотографии, на которой изображен объект авторского права, является использованием указанного объекта, самого объекта. И поскольку такое использование было без разрешения автора, привлек ответчика гражданской правовой ответственности в виде компенсации. Если, например, человек снял короткое видео на свой мобильный телефон, разместил это видео у себя на стене, и это видео перепостили потом десятки других людей, является ли это тоже нарушением авторского права? Если указанное видео является объектом авторского права, каким является не каждое видео, то тогда право нарушено. А что указывает на объект авторского права? Дело в том, что не каждый видеоролик, равно как не каждый предмет, который кем-то изготовлен, является объектом авторского права. Для того, чтобы таковой предмет являлся объектом авторского права, он должен обладать определенными свойствами. Прежде всего, он должен быть изготовлен творческим трудом непосредственно автора. Творческим трудом, то есть именно его мыслями, его каким-то вдохновением, чем-то, что является непосредственно новым, именно связанным с личностью автора. Новым, неповторимым, уникальным. Поэтому существует множество споров, в принципе, в практике судов, касающихся авторского права. И один из видов защиты против таких исков является, в общем-то, утверждение того, что объект не является произведением, то есть не подлежит охране законодательством как объекта авторского права. В таких случаях очень много споров и проводятся искусствоведческие экспертизы, цель которых установить, является ли это произведением или нет. Понять и разобраться, что действительно является авторским правом, предметом, объектом авторского права. Я как пользователь могу ли я это видеть и понять в тех же социальных сетях, что вот да, это объект авторского права. Для обозначения, что произведение охраняется авторским правом, скажем так, автор так считает, что это произведение подлежит охране, он может использовать символ в виде латинской буквы С в окружности, копирайт, так называемое, но вместе с тем не обязательно использовать это для того, чтобы произведение, либо какой-то иной объект охватывался, то есть, скажем так, подпадал под защиту авторского права. Что бы я посоветовал нашим зрителям, которые, в общем-то, пользуются активно социальными сетями, я бы посоветовал так, разграничивать свое и чужое. Если это не создано личным творческим трудом того, кто сидит за компьютером, ну, я бы не советовал, а точнее сказал бы, что так делать нельзя. То есть размещение на стене является однозначным нарушением авторского права, без согласия права обладателя. И даже если я подпишу имя автора, например. Абсолютно верно. Если вы подпишете имя автора, вы хотя бы соблюдете его личное имущественное право, скажем так, право авторства. То есть вы указали на автора, но вместе с тем вы нарушаете его право на имя. Может быть, он не хотел бы, чтобы вы указали это или указали псевдоним. Но в любом случае вы нарушаете его имущественные права, то есть исключительное право использовать произведение по своему усмотрению, в том числе запрещать или разрешать использование кому-либо. То есть нарушение в любом случае будет. Если, например, я и Юля, мы скачали фильм для того, чтобы посмотреть его на компьютере. Или вывели его на телеэкран. Является ли это нарушением? И потом этот фильм некоторое время удалили из жесткого диска, условно говоря. Сам факт хранения этого фильма является нарушением авторского права. И при доказанности указанных всех обстоятельств, то, что вы это сделали, то есть вы изготовили копию экземпляра произведения без согласия к кинокомпании, скачали его к себе на компьютер, то есть изготовили копию. Храните ее там, то есть посмотрели, да. Факт использования есть. Если его подтвердить, то имеет место нарушение. А если это было онлайн-вещание? Потому что есть сервисы, которые предлагают просмотр просто в прямом онлайне, и можно смотреть стрим-видео прямо на телеэкране. Если вы не доводили до неограниченного круга лиц указанных фильмов, посмотрели его для себя, здесь мое мнение, что здесь нет факта нарушения. Я поняла, что нужно накрыться плотным одеялом, включить тихонечко себе кино. Да, вот это и есть тот самый план «Б», который нам предлагает кондитерская фабрика «Коммунарка». Будем надеяться, Илья, что у вас не будет никогда таких ситуаций, которые решить невозможно, но даже если вдруг она и случится, вы всегда сможете взять шоколадку, прочитать какой-то полезный совет на обертке, и все в вашей жизни сложится отлично. Спасибо вам за то, что объяснили, насколько могли донести в нашу, может быть, не очень просветленную голову. Я напомню, что нашим сегодняшним гостем был адвокат Минской городской коллегии адвокатов Илья Панков. Мы с вами прощаемся. Спасибо вам огромное за интерес. Интересный разговор. Ну, а вам напоминаем, что если вы только что подключились к нам, то всю эту беседу можно увидеть на нашем YouTube-канале. Поэтому заходите, подписывайтесь, смотрите, получайте интересные и полезные, естественно, сведения. Ну, а мы к вам вернемся через несколько минут. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...